Всем привет Вася, с вами Жека. Короче Вася, городской голова Вася запретил жарить шашлык. Теперь чем Вася заниматься в выходные, как не жарить шашлык? Шашки Вася или шахты? Значит, я пробовал, а нихреново Вася горят. Я не знаю, конечно, в какую мы Европу там хотим, Вася, если мы так жестко Вася ущемляем права шашлычников. Ну смотрите, грузинов понабирали Вася, а шашлык запретили. И что им теперь? Обратно Вася работать? Кошмар. Значит, хочу обратиться Вася к Виталию Владимировичу. Виталий, что за дела Вася? У вас не получается пожарить шашлык, так вы его запрещаете? Это то же самое, что я гоню на БМВ, Вася, не потому что машина хреновая, а потому что я ее фиг куплю Вася. Ну а если Вася полторы тысячи для вас не проблема и желание от этого не пропало Вася, то я вам расскажу, как пожарить шашлык так, чтобы вас никто не отжарил Вася. Значит, во-первых, смотрите, организуйте рядом с мангалом Вася лесной пожар Вася. Как вы помните по истории с торфяниками Вася, то, что Вася очень сильно горит за Киевом Вася, никого не интересует. Во-вторых Вася, если все-таки к вам докопался Вася патруль Вася, шамперун, вот, бог шамперун. У нас же в стране свобода вера исповедать. Вообще, места, где жарить шашлык очень много Вася. Значит, смотрите, можно на балконе, можно в гараже Вася. Кстати, у меня в гараже получается очень, Вася, вкусный шашлык. Я вам серьезно говорю, мне вот последний раз ни одного кусочка не досталось, потому что все съели пожарные. Так что гараж – место хорошее, Вася, но одноразовое. Но если вас все-таки спалили, Вася, то надо срочно, Вася, затушить, Вася, костер. Значит, у меня один раз такое было. Я затушил все очень быстро, Вася, за секунду, Вася. Правда, потом никто шашлык не ел, Вася. А вообще, конечно, Вася, если жарить, Вася, то я думаю так, надо найти такое место, Вася, где ни полиции, Вася, ни Виталия Владимировича днем с огнем не сыщешь, Вася. Лично я такое место нашел, Вася. Под КГГ. С вами был Жека, живите четко, Вася, и не косячьте. Шнырь, дружбан, доставай мангал, смотри, какое место нашел, Вася.